Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Светлана Облязова. В этом выпуске я расскажу вам о книге Топеи Нагацуки «Резируу. Жизнь с нуля в альтернативном мире». Топеи Нагацуки – японский автор серии новелл «Резируу». Родился 11 марта 1987 года в одном из уголков префектуры Сайтама. Юношеские годы провел за написанием прозы, а с 2012 года начал выкладывать свой роман «Резируу» частями на японском сайте «Стань писателем». Позже его работа заметила издательство Media Factory, после чего было решено выпускать его детище в формате «Рано Б». Это разновидность современной японской литературы, которая может включать в себя различные жанры от романтики до ужасов, но отличается по большей части фэнтезийным сюжетом. «Плохи мои дела», – пробормотал он в полнейшей растерянности. Остаться без гроша в кармане – эта мысль совсем не поднимала настроение. Не то чтобы он был совсем нищим. В кошельке еще звенела кое-какая мелочь, но с такими деньгами даже один раз в магазин не сходишь. Так что слова «не гроша за душой» как нельзя лучше описывали положение, в котором он оказался. Да и деньги здесь явно другие. Подкинув щелчком монету в 10 йен, редкую, с рифленым ребром, юноша тяжело вздохнул. Внешностью он ничем особенно не выделялся – среднего роста с короткими темными волосами. Сложен был крепко, даже недорогой спортивный костюм сидел, как влитой на мускулистом тренированном теле. Привлечь внимание мог разве что тяжелый пристальный взгляд. Да и тот сейчас не выражал ничего, кроме уныния. В общем, самый обыкновенный парень каких тысячи. Хотя сейчас прохожие поглядывали на него словно на какую-то диковинку. Впрочем, ничего удивительного. В конце концов, ни на одном из тех, кто разглядывал незнакомца, не было спортивного костюма. Да и волосы у окружающих встречались какого угодно цвета – русые, рыжие, каштановые. Попадались даже зеленые, голубые шевелюры. Любые, но только не черные. К этому следовало добавить совершенно невероятные наряды. Одни аборигены были экипированы в тяжелые доспехи, другие щеголяли в легких платьях танцовщиц, третьи кутались в черные балахоны. Выглядело все это совершенно не по-земному. «Похоже, меня…» – произнес юноша, выдерживая натиск любопытных взглядов. «Точно!» – щелкнув пальцами, он словно в подтверждение своей догадки повел рукой вокруг. Забросило в альтернативный мир. Перед самым его носом прогрохотала повозка, запряженная гигантским существом наподобие ящерицы. Нацуки Субару родился на планете Земля. Третий по счету от Солнца, в самой обычной японской семье. Так вкратце можно описать 17 лет его жизни. Уже если что-то и стоило добавить к его биографии, то только такую характеристику. Ученик третьего класса старшей школы, склонный к прогулам. В отличие от других, Субару не слишком задумывался о будущем и о выборе пути. Ломать голову над тем, нужно ли продолжить учебу в университете или сразу устроиться на работу – вся эта житейская проза его не интересовала. В итоге количество пропусков росло как снежный ком, и вот он уже числился злостным прогульщиком, разрушая надежды родителей. «И какой был смысл в этой школе, если в конечном счете меня зашвырнуло в иной мир?» – спросил он себя. «До конца я уже не доучусь. Это факт». Происходящее вокруг казалось Субару дурным сном. Но сколько он не щипал себя, сколько не мотал головой, проснуться так и не удалось. Стараясь скрыться от любопытных глаз, Субару свернул с широкого проспекта, миновал одну улицу и остановился в вымощенном булыжником переулке. Присев и переведя дух, он попытался обдумать свое положение. Похоже, это какой-то фэнтезийный параллельный мир, а цивилизация здесь на уровне средневековья. Машин, судя по всему, нет, но дороги неплохие. От моих денег, конечно, здесь никакого толку. Для начала Субару решил выяснить, получится ли общаться с местными жителями и какая валюта у них в ходу. Он живо принялся за расследование и вскоре установил, что местный язык, к счастью, ему понятен, а в качестве денег используются золотые, серебряные и медные монеты. Правда, торговец фруктами, выбранный Субару для первого контакта, одарил его весьма недружелюбной гримасой. Субару радовался уже тому, что для него, современного японского парня, помешанного на аниме и компьютерных играх, этот фэнтезийный сеттинг был довольно привычным. Приспособиться к нему не составляло труда. Наверняка любой подросток отдал бы все на свете, лишь бы попасть в другую реальность. Хотя... Вот только снарядить меня могли бы и получше. С таким набором особо не разгуляешься. Пожаловался он, оценив свое более чем скромное имущество. Из снаряжения у Субару было вот что. Мобильник, батарея скоро сядет, кошелек. Внутри куча дискоттных карт из видеопрокатов. Лапша быстрого приготовления. Со свинины на соевом бульоне купил в дежурном магазине. Пакетик с кукурузными палочками. Куплен там же. Любимый спортивный костюм? Не стиранный. Изрядно поношенные кеды. Служат третий год. Хоть бы и скалибру какой-нибудь дали, да ведь и того нет. Вот же черт! И что мне спрашивается с этим всем делать? Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Главный герой книги – геймер Субару Нацуки. Возвращаясь из продуктового магазина, попадает в параллельный фэнтезийный мир. Стараясь вести себя по знакомым ему игровым лекалам, он пытается использовать магию и ожидает встречи с призвавшей его красавицей. Но все идет не совсем по его планам. В этой арке Субару открывает свою способность – возвращаться в прошлое после смерти. Увлекательная история от Топеи Нагацуки. Рекомендую всем поклонникам манги. В Рано Бе «Жизнь с нуля в альтернативном мире» главный герой Субару оказывается в стране Лугуники – альтернативной реальности, где идут выборы королевы. Именно там, в череде связанных событий, главный герой открывает в себе способность – возвращаться в прошлое после гибели. Классная история, теперь хочу прочитать и другие части. Что-либо сделать было невозможно. Переход произошел как раз в тот момент, когда Субару выходил из магазина. Он и глазом моргнуть не успел. Придаваясь грустным размышлениям, юноша не заметил, как наполовину опустошил пакетик с чипсами – единственный предмет его экипировки, полезный и в этом мире. Спохватившись, он выругал себя за потворство желудку, но бесценный запас провизии было уже не вернуть. В душе Субару еще теплилась надежда, что он находится внутри огромного павильона со скрытыми камерами, однако снующие туда-сюда повозки, запряженные звероящерами и внешний вид прохожих намекал на то, что иллюзии питать не стоит. «Все ведут себя, как ни в чем не бывало», Субару нахмурился. «И эти ящерицы и полулюди как будто так и надо». Перед его глазами то и дело мелькали странно одетые личности с волосами всех цветов радуги. И все же самым убедительным аргументом в пользу сверхъестественности происходящего было присутствие полулюдей. Больше всего бросались в глаза собачьи и кошачьи уши, но попадались даже гибриды человека и рептилии. В то же время встречались и обычные люди, такие же, как Субару. Мир с фантастическим антуражем, значит, здесь наверняка должны быть и войны, и всякие приключения. Вводятся ли тут привычные мне звери, сразу и не поймешь. Но судя по тому, как ящерицы таскают повозки, люди используют животных так же, как и у нас. Хоть что-то стало проясняться, подумал Субару и с шумом выдохнул. Если события будут разворачиваться по законам фэнтезийного мира, то вооруженный современными знаниями он далеко пойдет. И все-таки не могу понять, как же меня угораздило так влипнуть. Продолжал он беседу с самим собой. Сквозь зеркало вроде не проходил, в пруд даже не падал, и вообще, если уж на то пошло. Где же та красотка, которая по канону и должна была меня сюда призвать? Что же это за альтернативный мир, если в нем нет главной героини? Продолжал он свои рассуждения. В двухмерном анимешном мире такое разгильдяйство просто немыслимо. Призвать человека и оставить его болтаться без цели. Надувательство какое-то. Теперь, когда удалось составить первое представление о новой реальности, Субару погрузился в привычное отстраненное состояние. «Если подумать, какая же тут разница с моим прежним комнатным затворничеством?» – хмыкнул он. В голове вдруг всплыли образы родителей. Однако тосковать по дому было некогда. Так или иначе, требовалось что-то предпринять. Поднявшись, Субару собрался было выйти на боковую улицу, но дорогу ему неожиданно преградили. Торопливо извинившись, Субару обошел незнакомца сбоку, но тот схватил его за плечо и швырнул обратно в переулок. Незнакомцем оказался подозрительного вида здоровяк, за спиной которого Субару заметил еще двоих местных обитателей. Сообщники заняли позиции, полностью перекрывающие путь к бегству. От их слаженных действий юношу охватило неприятное предчувствие. «Позвольте поинтересоваться, что добрым горожанам от меня нужно?» Он постарался быть любезным. «Гляди-ка, знают свое место!» – ухмыльнулся здоровяк. «Давай, выворачивай карман, и не то будет больно!» «Чуяло мое сердце!» – прошептал Субару. «Черт бы вас побрал!» Шайка презрительно скалила зубы. Выглядели они лет на пять-десять старше Субару, одеты были как оборванцы, а физиономии имели типично бандитские. На полу людей не похоже, но и к положительным героям явно не относились. Скорее, уличные разбойники – стандартная опасность, присущая подобным фэнтезийным сюжетам. «Черт, похоже, я обязан пройти этот квест». Заискивающе улыбаясь, чтобы протянуть время, Субару прикидывал, как выпутаться из этой передряги. Ему вспомнилось, что люди, призванные в альтернативный мир, зачастую приобретали сверхъестественные способности. Если в его случае действовали те же правила, значит и он наделен какой-то особенной силой. Одна лишь мысль об этом вызвала в теле приятную легкость. Субару прислушался к своим ощущениям. «Кажется, сила тяжести здесь раз в десять меньше, чем в нормальном мире. Я смогу. Прикончу эту кучку мобов, и передо мной откроется светлое будущее. Чей-то он там бормочет». «Черт его разберет. Видно, решил над нами поиздеваться. Да я ему башку откручу». «Это я вам откручу. Вы еще ответите за свои слова». Выпалил Субару и, повернувшись к здоровяку, зарядил ему в физиономию сокрушающий прямой удар правый. С ободранных от столкновения с челюстью костяшек закапала кровь. Первый раз ударил человека. Пронеслось в голове Субару. Файтинги были его излюбленным игровым жанром, однако в настоящих драках ему участвовать не доводилось. «А это оказывается больнее, чем я думал». От удара здоровяк рухнул на землю. Ощущая прилив энергии, Субару подскочил к следующему противнику, разинувшему рот от удивления. Удар ногой с разворота в висок впечатал того в стену. Разбойник задергался в конвульсиях и вскоре затих. Начало было многообещающим, и Субару почти уверился в том, что в альтернативной реальности ему не будет равных. «В этом мире силы мне не занимать. Вот это драйв. Ну, сейчас я тебе покажу». Повернувшись, он бросился к последнему головорезу, но в руке у того внезапно сверкнул нож. Не сбавляя хода, Субару бухнулся на колени и, униженно согнувшись пополам, затормозил лбом о мостовую. «Прошу прощения, я был неправ, полностью признаю свою вину, тысячи извинений», – торопливо заторотурил он, приняв позу, выражающую безоговорочную капитуляцию. Ниже японцу падать просто некуда. Еще недавно переполнявший его боевой дух исчез без следа. Сжавшись в комок и побелев от страха, Субару отчаянно просил пощады в надежде на снисхождение. А что было делать? Сколько не тягай гантели, а против ножа не попрешь. Проткнут живот, поминай, как звали. Все люди смертны? Увы. Тем временем пришли в себя два других разбойника, которые, казалось, должны были валяться без памяти. Субару ошарашенно наблюдал, как они утирают разбитые носы и трясут головами. Оба снова поднялись на ноги, как ни в чем не бывало. Как же так? Это все, на что способен мой смертельный удар? А как же мои суперспособности? Суперспособности явно подкачали. Никакой особенной силы у Субару не появилось. Что за чушь ты там опять несешь? Послушался голос одного из головорезов. Ну, пеняй теперь на себя. Первый том новеллы «Резиру» вышел в 2014 году. В этом же году стала выходить и первая манго-адаптация. В книге «Жизнь с нуля в альтернативном мире» рассказывается о старшекласснике Субару Нацуке, который, возвращаясь домой из магазина, попал в фэнтезийный мир. Юноша, знающий толк в видеоиграх, решил, что его призвали в иную реальность. Субару ожидает встречи с призвавшим его персонажем, но на него нападают разбойники. На выручку Субару приходит загадочная сереброволосая красавица и дух в облике кота. В благодарность за спасение Субару обещает девушке помощь в поисках украденной у нее вещи. Отныне ему предстоит пройти множество препятствий и спасти девушку от гибели. Удивительный рассказ дополняют яркие и красочные иллюстрации японского художника Синьо Тиро Ацука. Книгу можно взять в Центре японской культуры Дворца книги. А вы читали «Жизнь с нуля в альтернативном мире»? Делитесь в комментариях.